Ну что ж, друзья, специально установил Windows 10 на своём старом ноутбуке, только вот что установил, чтобы было её не жалко. И сейчас мы будем, друзья, проверять вот эту вот гипотезу о том, что если ввести одну специальную строку, которую, кстати, опубликовали, то Windows 10 накроется. У меня есть предположение, что это просто, ну, как бы, произошло на одном компьютере. Журналист, он решил, что это повод и сделал вывод, что на всех то же самое будет. Я не знаю, я сейчас проверю это. И я из статьи скопировал, перепечатал команду. Я, кстати, друзья, если хотите, можете поинтересоваться сами, но я не хочу распространять её. Ладно, я её распространил, эту командную строку, только если у меня не накроется Windows 10. Итак, копируем. Значит, в командную строку вставляем. Начинается на CD пробел C://. И давайте посмотрим, сейчас что будет, вот при вас нажму на пуск и посмотрим. Надеюсь, отсюда не видно. Файл или папка повреждены? Чтение невозможно. Друзья, один из вариантов команды. Так что, друзья, ничего не произошло. Как видите, Windows 10 не накрылся. Он как тормозил у меня на стареньком древнем ноутбуке, так и тормозит. Вот, как видите, я сейчас его перезагружу. И, друзья, есть такая штука, как утка. То есть, ну, даже не утка, а как журналистская такая новость. При которой журналист, ну, при этом явлении, как бы, журналист пытается максимально раздуть новость. Вот, хотя она незначима, чтобы просто набрать больше, там, прочитываний, просмотров, дочитываний, просмотров, так сказать, поднять хайп. И, соответственно, из-за этого, вот видите, Windows 10, естественно, отлично работает. Естественно, Windows 10 не вырубила эта команда. И, поверьте мне, я ее точно списал. Все правильно. Поэтому я размещу в описании. А хотя... Стоп! Смотрите! Стоп! Фиксинг-С! О! Друзья! Ёпэр-С-А-Т! Это командная строка. Друзья! Сработало! У меня сейчас было аж... О! И перезагружается! Пипец! Друзья! Не пользуйтесь этим! Потому что вы убьете, значит, Windows 10. Ёлки-палки! Действительно убил Windows 10, после чего он начал восстанавливаться. Друзья! Это пипец! Он, конечно, восстановился, смотрите. Но, блин! Но, блин! Вот это да! Он все-таки попытал... Эта командная строка попыталась убить Windows 10! Ёлки-палки! Надеюсь, что вы не видели... Но, друзья! Убило ли? Нет, не убило. Но! Видите, вот сейчас... А вы спросите, а смотри, как долго загружается. А он у меня на старом этому ноутбуку 12 лет. И он действительно долго загружается. Друзья, это феноменально! Вот чтобы вы знали... Ну, вот видите, так медленно все работает, потому что так и вначально задумывалось. Но, смотрите, давайте сейчас перезагрузим еще раз, и вы увидите, что не будет никакого восстановления уже. То есть, это действительно вот эта вот команда. В командной строке действительно что-то набедокурило, сделало какую-то гадость. И после этого, при дальнейшей перезагрузке, произошла ошибка, которую вы видели. Друзья, так что это оказалось не фейком. И журналисты оказались не хайпажорами, а по-настоящему. Ну, вот видите, сейчас уже никакого восстановления нет. Все работает отлично. То есть, мы проверили. Я специально установил Windows 10 на этот ужасный, старый, несчастный компьютер, который, видите, вот так вот долго его загружает. Несмотря на то, что здесь сейчас создать диск стоит. Вот. Но вот так вот, даже котейка, смотрите, даже котейка. Радуется, что даже не радуется. Друзья, откуда у меня радость? Ну, потому что я думал, что это не сработает. А это командная строка убийца. Правда, она ничего, по сути, в результате-то и не убила. Просто там были повреждены какие-то файлы, либо произошла какая-то ошибка, после чего все восстановилось и все работает. Вот, собственно, и все. Поэтому вот так вот. И, естественно, неизвестно, когда включается восстановление. У меня там Windows новый, да, только установленный. И неизвестно, что будет, если действительно на каком-нибудь компьютере, на котором уже Windows 10 там несколько десятков лет, и в ней там тысячи программ. И неизвестно, как бы у ней прошло восстановление. Так ли быстро, бы и легко, ли. Так что, друзья, вот, собственно, и все. Это была проверка строки смерти. И она действительно работает. Продолжение следует...